Хочу вам представить героя сегодняшнего показа, сам дизайнер Наташенька Душегрея, которая создала необыкновенные костюмы, которые на нас, на мне, на Светлане, на тебе я не знаю, чей костюм-то, с прошлой коллекции, значит, мы носим все от Наташи Душегрея. Наташенька, хочу задать тебе такой вопрос, ну, наверное, глупо было бы спрашивать, как тебе показ, переживала ты, не переживала, но я спрошу, ты переживала? Знаете, переживала, да, потому что сегодня, когда утром зазвонил домофон, я искала его под елкой. То есть у тебя Новый год еще не закончен, да? Нет, нет, нет. Я думаю, ну, мой Новый год закончится 8 марта, это у нас традиция. Наташенька, сейчас я передам микрофон Светланке, потому что, знаешь, что она приготовила такой вопрос к тебе. Наточка, я бы очень хочу тебя спросить, почему Никас, почему у тебя уже были творческие союзы, да, вот, всякие разные, а вот сейчас с Никасом Сафроном, это, конечно, очень круто, но почему именно он, скажи честно? Союзов творческих у меня пока еще не было, вот, честно говоря, это первый такой тандем, а вот, ну, это на самом деле идея не моя, эта идея родилась у Татьяны Штаркиной, это помощник Никаса, и она мне очень понравилась, честно говоря. Я вообще люблю сложные задачи, для меня это была очень сложная задача, потому что Никас, человек, достаточно известный в творческих кругах, конечно, великий художник, и поэтому мне хотелось сделать коллекцию достойной его полотен, то есть, как бы сделать достойное обрамление красивым картинам. Тебе это удалось гениально, честное слово. Ну, мы... А трудности какие были в создании коллекции? Ты как-то согласовывала, согласовывала? Знаете, для Никаса это был совершенно сюрприз, он мне сказал, бери картины, какие хочешь, я на свой выбор выбрала Венецию, вот, я взяла три картины Венеции, и они были, конечно, переосмыслены, то есть, я вот, достаточно вольно мы с ними обращались, я так переживала этот момент, как человек-художник, да, отнесется к такой интерпретации своих работ, вот, вот, это был такой момент сложный, это вот, волнение, честно говоря, мне накрыло позавчера, до этого я была спокойная, и мне все нравилось, то нравилось, то не нравилось, но это был такой творческий момент, а вот потом, вот, буквально накануне, момент, а как к этому всему отнесется Никас, для меня вдруг поверк такой шок, ну, вот, еще до сих пор не знаю. Нет, мы брали не интервью, он в восторге, честно, открою тебе тайну. Еще одну тайну тебе открою, значит, я думаю, что у вас, с Никасом будет продолжаться творческий союз, и перспектива уже видна. Это тайна, я ее выдавать сейчас в эфире не буду. Предсказания от Алены Павловой. Опа, а не сбывается, Наташенька. Спасибо тебе за интервью, спасибо за необыкновенную коллекцию, в которой каждая женщина чувствовала себя королевой, несмотря на свой возраст, размеры, как говорится, и какое-то положение, наверное, можем так сказать. То есть, любая, выходя на этот подиум, была королевой. Спасибо тебе большое. Спасибо вам, мои дорогие, и мои дорогие участницы. Спасибо.